так можно сказать да вот я слушаю вас вы много раз сказали пока вот за это время 5 минут что я слушаю представьтесь ополченец юрий юрченко французский да вот много раз что вы с большой радостью это увидели с большой радостью видите это и много встретили это с большой радостью я вчера выезжал с людьми книг которые здесь присутствуют позавчера из славянска я в отличие от вас радости не испытывают у нас все мы в слезах эти два дня подождите сейчас на секунду я думаю то что вы красиво и хорошо говорите что вот как помогли и как помогает и как общество будет консолидироваться и в будущем какие перспективы прекрасны ничего не имеет общего с реальной ситуации которые здесь это записки такие посторонние как бы понятие здесь я читал у нас через два дня нет выхода в интернет я успел прочесть перед этим что вы сказали выступлениях стрелкова прозвучали в последних не даже не скрытые достаточно откровенные упреки руководству россии в том что обещанной помощь не по они не было ее и вы сказали что подобное заявление не называют на месте такого это ложь это буквально вы сказали я процент цитирую значит то что мы все упрекаем себя мы видим этих стариков глаза которых мы оставляли ночью и я себя упрекаю но ответственность я считаю и убежден лежит сейчас на уважаемой мной власти российской за это ответственность тяжелая а на вас ничего не на нас лежит мы к себе предъявляем больше чем мы ушли я вам сейчас объясню вот ваша помощь вот эти ржавые автоматы спасибо за них но все этого мало мы с охотничьими ружьями стоять почему вы оставили двенадцать тысяч автоматов там кто а вы вы кого верите украины вы по расширке вы видели называть номера вы видели назовите вы видели эти автоматы вы видели оставлены значит вам украинцы показали нет не украинцы а как мне показали это другие люди ваши же ополченцы как они могли показать если они их оставили как они их оставили они их фотографировали подождите секундочку я вылез оттуда все я был в разведке я видел эти 12 камазов спокойно и ты тоже спокойно и ты тоже спокойно и ты тоже спокойно и не ты высказать свою горечь но мы же имеем право задать вам ответный вопрос задайте вы же отговорили я вас не перебивала вы перебиваете давайте вообще не буду перебивать вы будете говорить час это моя пресс-конференция это моя пресс-конференция я должен ответить на вопрос давайте да минуточку подождите подождите да давайте люди которые сюда пришли а тут еще пришли люди которых я приглашаю вы ополченцы да пришли еще люди которые были славянске я бы хотел пригласить этих людей вот сюда ко мне все вместе и давайте поговорим давайте присаживайтесь вы присаживайтесь не пригласите пожалуйста бог славянск пожалуйста а то все время они садитесь рядом садитесь а то все время говорят что нет людей лица что мы какие-то показываем маски я разговаривал с одним из ваших ученцев из славянска который естественно был маски потому что он там оставил он поехал почти без надежды и я позвольте мне обожать давайте если уже на праздник дискуссию то хочу сказать что я идеологически некоторые ваши вещи разделяю разделяю патриотическую позицию это же за красный православный проект тоже патриот у нас очень много общего с вами однако последняя критика в адрес игоря ивановича стрелкова она ну вы себя с военной точки зрения выставили ну не очень хорошем свете в смысле непонимания военного смысла боясь ситуации славянске бояре чего я там был какой ваш чин я там ваш чин военный рядовой почему вы считаете что вы как рядовой можете оценить мою военную таблетку потому что я ежедневно общаюсь с людьми которые поют славянск ежедневно и ежедневно получаю информацию воюют да они до сих пор воюют расскажите об этом как они там сейчас вы знаете что славянская ставлю да вы не воюют а что а что сложил кто-то оружие хоть один ополченец сказал все я не буду больше воевать и они все ополченцы продолжают воевать а вы выступаете с критикой единственного человека который способен продолжать войну за новороссию я у вас тут гость и вы показали как вы вежливы и кто вас сюда прислал меня никто не прислал я самодостаточная личность чтобы меня кто-то из отряда из отряда из какого батальона из батальона народного ополчения донбасса самой многочисленной силы которая воевала в славянске краматорске других городах кто бы руководить народным ополчением донбасса игорь иванов стрелков вы являетесь манной кашей которая сама себя хвалит вы представите стрелкова который хвалит стрелкова давайте еще есть другая позиция давайте поговорим о конкретных и главное что извините но совсем это не можете делать и вы ко мне офицеру обращаетесь с тем что вы рядовой оцениваете мою военную компетентность давайте разберем все ее слагаемые разобрали почему это видео давайте я еще раз разберу оно глупое но это ваша она не является оценкой военной соотношением материальных сил военных господин стрелкова послушайте меня то что вы говорите что он получает что его снабжает вы слышите как меня перебивают вот сидит начальник штаба игорь иванович начальник штаба я очень рад почему игорь иванович надо оборону строить и воевать и а что же вы кричите то все время человек старше вас приехавшего к вам в гости давайте 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 от 12 тысяч автоматов поговорим я вывозил все вооружение до последнего пм я лично вывозил никаких двенадцати тысяч автоматов там не было скажите пожалуйста россия вам не оказывает помощь вот еще где второй автомат этот ржавый нету я еще сейчас принесу двуствол вы не скажите глядя в лицо и двуствол вы не скажите глядя в лицо россия оказывает помощь или нет да или нет мне не надо показать автомат да нет вы клевещите нет вы клевещите в какой форме россия оказывает вам военно-техническую помощь два дня это танки с ржавого завода в артемах россия не оказала вам не поставила ни одного автомата пулемета не россия не поставил вам ничего вы нагло жжете в интересах стрелкова который хочет скомпрометировать россию нагло жжете я вас новую эту тему вы уличили волши обоснуйте свою правду я обосновываю тем что я видел эту тему в россии не можете сказать какую подавить не опусти самых разных точках которые я естественно из соображений того что здесь есть камеры не буду называть это что за техника это техника это современная бронетехника но но на оружие а вы в курсе что эти но на заплате нет но из трех но одна неисправна одна заквачена я могу сказать про гранатометы я могу сказать про турцы которые должны были уничтожены в 2001 году гранатометы стреляют из пяти один турцы действуют из 4 один прошел проломный могу еще на местных секс и следы и еще тут лечим вычитывая на вас потом времен великой отечественной войны я вам должен сказать что подобная ситуация действительно имела место на начале периме нет и стрюкову из потоков который шли направлялся главное все остальное теперь вы будете говорить что это вранье а я буду говорить что вы нагло лжете вы знаете но лжете вы подтвердят все ополченцы те которые воюют давайте проедем к ополченцам и славянской и они вам расскажут все давайте проедем к ополченцам славянской вы им расскажите то что вы говорите на камеру павел губарев народный губернатор поедем к ополченцам славянцам его VAN CORBUM Вопрос заключается в том что даже не осмелились сказать кто вы так вы должны узнать вы приехали к нам подождите а зачем же ты людям под телевизор в галта когда я в чем потому что Translut Так это не ложь, это правда. Я ополченец, я под присягой. А кто еще там? Ну кто еще, кроме как ополченец? Народный губернатор. Ну как представьтесь, народный губернатор. Да все это знают. Это только вы такой эксперт не узнали его. Я хочу сказать вам. Я хочу сказать вам. Вы в каких-то облазах летаете, если вы не узнаете, каких вы облазах летаете. Вы можете сколько угодно кричать? Да вы не кричите. Ваши истерики уже спокойно воспринимают. Но давайте-ка мы сейчас познакомимся вас с теми представителями, которые вели с вами разговоры. Когда? А не узнаете вы? Когда? Нет, дальше будете узнать больше. Когда вы с Алексеем приходили в СБУ? Разве не вы меня пригласили? Много кто? Не ваша жена подписывала письма с благодарностью такому негодяю, как я. Мы всем, кто оказывал гуманитарную помощь, подписывали письма с благодарностью. И вы сюда меня пригласили? Мы не отбираем. И не вы меня сюда пригласили? Так вы присядьте. Нет, почему я вас спрашиваю? Вы дней стоят телеписанных? Давайте по порядку. Вы меня пригласили или нет? Да или нет? Мы действительно писали благодарственные письма. И я подтверждаю эту благодарность. И намерен ее дальше. И намерен ее дальше благодарить в гуманитарную помощь. Все организации, которые ее оказывали. И мои представители встречались с вами? Вы знаете это? Возможно. У меня очень много людей проходило через мой кабинет. Очень много. Это очень знакомо. Я приглашаю сюда не только вас, я приглашаю сюда и других патриотов с патриотической оппозиции. Которые идеологически близки по духу русской весне. И вы писали мне письма, и я приехал? Нет, письма я не писал. Ну хорошо. Не писали, точно помню. У вас такая хорошая память, что лицо вы не помните? А какие письма подписывали помните? Лицо знакомое. Имя не знакомое. А, знакомое? Лицо очень знакомое. Ну так вот прекрасно. Только нам непонятно. Нет, давайте мы рассуждимся. Давайте мы вернемся сейчас в военную тему. Михаил, давайте мы вернемся. Значит, по поводу 12 тысяч автоматов, это ложь. Абсолютно. Абсолютно. Вот человек заявляет. И одной единицей, даже стрелкового оружия. Там осталось небольшое количество. Будьте добры, повторите это, пожалуйста, на камеру. Да, я говорю на камеру. Повторите, пожалуйста. Михаил, пожалуйста. Представьтесь к... Да, мальчик стаба оборудования. Фамилия. Да, может, вам еще адрес домашний? А, не надо. Ну-ка, мне позвонить, потому что кто знает, может быть, не начальник. Вот Губарик, пожалуйста. Нет, это начальник штаба Михаилов. Да, прекрасно. Нет, это телевидение. Ему надо знать, чтобы действительно кто-то... А мало ли кто придет. Телевидение должно знать, что ни одного ствола мы там не оставили. Это абсолютная правда. Я лично занимался вывозом всего стрелкового вооружения. Ни одной единицы бронетехники, кроме одного танка, у которого был задвинутый двигатель, не было оставлено. Все было выведено. Это заявление полностью противоречит заявлению Стрелкова, которое мы сейчас покажем. Да, вашего начальника. По поводу 12 тысяч автоматов. Нет, не по поводу 12 тысяч, а по поводу бронетехники. Давайте покажем сейчас заявление Стрелкова. По поводу той бронетехники, которая вступила в сбой. И была сужена в связи с ошибкой ваших людей. Простите, это разные вещи. Была бронетехника или нет? Откуда вы взяли про ошибки? Из слов Стрелкова. Да, была ошибка. Из юричных слов Стрелкова. Я цитирую Стрелкова. В отличие от вас, я читаю его заявление. Оставлено. Это разные вещи, простите. Хорошо, давайте спокойно. Техника была оставлена или нет? Нет. Она была сужена. Она вступила в бой. Она была. Сергей Евгеньевич, вступила в бой в Англию. Было два танка, которые вступили в бой. И они были спасены с ошибками. Да не с ошибками, я сужен. Люди погибли. Я считаю, что командирам танков было приказано нанести удар по блокпосту, а потом уходить мимо него полями. А атлантисты решили идти в бой и пробиваться по дороге. В итоге они не смогли пробиться. Уничтожили какую-то часть урановской бронетехники и личного состава. А потом напоролись на минус.